сегодня 21 день нашим малышам мы начинаем знакомиться с пищей кроме мамы первый прикорм для кардигана в этот раз кальцинированный творог обычно я начинаю с говядины ну вот в этот раз так не успела закупиться говядиной начнем с творожка чем отличается кальцинированный творог от обычного обычный творог это кисломолочный продукт творог кальцинированный ну скажем так это белок это чистый белок свернувшийся молочный белок это не кисломолочный продукт это белковая добавка к рациону для щенков это очень хороший прикорм замечательный если кто-то помнит ну кто может быть более старшего возраста то всем деткам когда была еще в советские времена молочная кухня всем деткам начинали тоже при формы именно с кальцинированного творожка и делали его на так называемых молочных кухнях там я думаю многие помнят эту всю историю потом мамочки сами его делали так вот очень хороший прикормы для щенков именно вот такой кальцинированный творог мы цельное молоко доводим до кипения и на литр молока добавляем две-три столовых ложки хлористого кальция молоко сворачивается белок молочный сворачивается получается вот такой белковый вгусток вы процеживаете его и алиоп замечательный прикорм сегодня малыши первый раз измазюкали свои моськи такой творожок продукт полезный он не не очень жирный он очень свежий поскольку кальцинированный творог вот вы сегодня сделали сразу же даете то свежее продукт тоже не найдешь да здесь какое-то семенение осеменение бактериями какими-то болезнетворными вообще минимально почти стерильный белковый продукт замечательно смотрите каким-то малышам прямо очень понравилось прям лопают с аппетитом кто-то попробовал но предпочитает маму все они здесь крутятся потому что у нас открутиться мамочка мамочка здесь я все-таки хочу чтобы малыши сейчас нормально попробовали прикорм ну а люся таля и таля прям добивается к детям ну хорошо таль подожди пускай попробую вкусняшечку малыши покушают потом я уже маму запущу потому что она им сейчас не даст поесть конечно мамина молочко для них самое лучшее но 21 день пора уже маме немного помогать она конечно хорошо справляется судя по щенкам ну помогать ей уже пора вот так боже мой боже мой с чего ты толкаешься и вот и толкаешься всем хватит давай 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 таля погоди говорю погоди сейчас пойдешь ой боже вот и мамаша поддает пример как нужно кушать из миски таля дай детям поесть глянь на ничего вот так вот на собственном примере показываем детям как нужно есть таля ты сейчас все слопаешь слон ну я вижу малыши все-таки предпочитают маму покушали для начала неплохо но маму мамуля пойдет на десерт это я только-только перевела щенков вот сегодня в новый щенятник чуть более просторный чем родилка здесь щенки проведут еще некоторое время и ну может быть туда месяц и неделя месяц и две недели посмотрим как пойдет уже перейдут в щенятник с выходом на улицу когда они смогут совсем уже резво передвигаться пойдут на улицу жить поскольку сейчас лето и все предпосылки к летнему щенятнику у нас присутствуют погода хорошая ну а сегодня они перебрались в щенячью комнату здесь им конечно будет очень просторно потому что по сравнению с родилкой здесь прям разгуляй купечество вот малышам я сразу поставила место для туалета клоточек с может туда чуть позже сделаю туалет с опилками неплохо у себя зарекомендовал но именно отдельно туалет засыпать вещи нятника пилка мне все-таки не понравилось скажу а вот делать именно туалет с опилками да это практично но пока они походят на пеленочку пока научатся щенки ближе к месяцу начинают уже пытаются по крайней мере ходить в одно место в туалет и у них это хорошо получается и полутора месяцам они уже очень даже замечательно ходят в одно место принципе щенок расставится достаточно чисто плотным животным у него нет желания гадить себе под ноги но есть конечно отдельные засранцы но в принципе собаки по сами по себе чисто плотно если мы не испортим их природные инстинкты неправильным поведением поэтому тут же сразу щеночками поставила лоточек какое-то время они на него ходить еще не будут понимать но с месяца потихонечку начнут ходить именно на пеленку это уже из практики многолетней так она обычно и бывает вот алюся вылизала остатки творожка до талечка да но не будем мешать мамаши кормить детей пока пока